На Олимпиаде в Сочи Эрик Френцель будет представлять Германию в лыжном двоеборье. У него есть все шансы на медаль. Сначала ему предстоит прыгнуть на лыжах с трамплина, а потом соревноваться в лыжных гонках. Это два совершенно разных вида спорта. Только тот, кто в совершенстве владеет обоими видами спорта, может победить в лыжном двоеборье. Уровень мастерства спортсменов очень высокий. Хотя соревноваться с Эриком Френцелем будет нелегко. На этапе Кубка мира в прошлые выходные он выиграл все три старта. Хотя олимпийское золото он еще ни разу не выигрывал. На Олимпиаде в Ванкувере четыре года назад он и его команда получили бронзовую медаль. Лиза Циммерман – фристайлистка. Ей лишь 17 лет, и для нее все в новинку. С лоупстайлом она серьезно увлеклась три года назад. Вообще-то, до этого она занималась фигурным катанием, но тренировки казались ей слишком напряженными. Мне важно, чтобы и в будущем спорт доставлял удовольствие, чтобы у меня было время на друзей. Ну, чтобы все казалось не таким серьезным, как в других видах спорта. Слоупстайл – это молодой вид спорта. Эта дисциплина будет впервые представлена на Олимпийских играх в Сочи. Лиза Циммерман считается одной из лучших в слоупстайле. Недавно она, первой из немецких спортсменов, выиграла этап Кубка мира. Вполне возможно, что она станет первой слоупстолисткой в мире, которая получит золотую медаль. А этот немецкий спортсмен уже выигрывал медали. Феликс Лох – саночник. Четыре года назад он привез золото из Ванкувера. Только что он выиграл этап Кубка мира. В третий раз подряд. «Я радуюсь тому, что скоро, наконец, в Сочи стартуют Олимпийские игры. И тут либо пан, либо пропал. Посмотрим, кто после четырех заездов станет лучшим». Кроме него есть и другие немецкие саночники, которые могли бы выиграть в соревнованиях. Они надеются получить как минимум семь медалей. Немецкие спортсмены готовы к Олимпиаде в Сочи. Продолжение следует...